Там поставлено что-то поставлено, и делаем просто первый кадр. Я потом вас буду рассказывать, как с моделью не сработало. Потом был очень похож на настоящий генератор. Он бывает такой иногда. 125-200. Вспышка не работает. А это что? Это синхронизатор. Она мигает. Она на радиоканале стоит. А у тебя провод. Черт, я пострадал. Я буду отвлекаться от репортажа. Очень часто приходится репортаж. Покупали техники, гады всякие, демоны. И приходят со вспышкой светом. Все знают, что надо снимать отраженным светом. В студии должно быть черный потолок. Это с тем, чтобы он не отражался. Чтобы могли контролировать свет. В студии чем хорошо? Вы контролируете полностью свет. Если появляется белый потолок. Или белая стена. Или что-нибудь еще белое. Оно работает как софт. Оно с работой дает дополнительное освещение. Дополнитную подсветку. Она вам не нужна. Вы ее не контролируете. Вот сейчас если... Допустим... Ну я потом покажу. Поработаем вот в этом месте, как оно едет. Давайте, Светлана, еще раз. Светлана, еще раз. Светлана, еще раз. Светлана, еще раз. не проучиться до чтобы это было не проверять вспышка сейчас будем регулировать кучку это тестовый тест рассел что у нас все произошло что в принципе все работает теперь мы начинаем двигаться что не нравится что необходимо для правильной съемки верхние века должно быть затемнено по эту вспышку нужно поднять выше здесь здесь некрасиво мне не нравится допустим это я затемняю чтобы была глубина глаза глубине сейчас попробую так начинается работа это не вынимает не вынимает конечно прям как фотографируй главное что провода хватило она не срабатывается как и как usb не плохая можно это сделай сразу допустим всеми перестановками там почему ты это делал каждый раз это переставлять это все равно все равно поймете студийная работа я не знаю до конца ответов 12 я работал я не знаю как она будет как у как будет вот так теоретически это возможно где-то где-то вот так поставить с одним из источников света можно с одним работать кому-то нравится его но я бы совет если вы работаете с одним большой софтбокс поставить у меня знакомый который снимает прямо софтбокс чтобы близко близко к лицу был тени тогда мягкие такие то есть не появляется но не мягко я не люблю так все-таки больше контрастности я туда отдаляю где-то на расстоянии 60 на 60 то есть по большой стороне в 60 на 70 70 сантиметров но антирубочный опять же метр то есть вот видите вы бокс большой то есть вот это расстояние разделять это оптимально нормально то есть и тени будут не очень жесткие и то есть это будут хорошие тени будут не очень жесткие это вот как бы рекомендации здесь сейчас нет софтбокс у нас поэтому отключи отключи от компьютера компьютер я самый легкий взял не проверять не проверять включил вот это самое просто выключается самая фотоаппарат она не видит и выключается нас последний ну вот здесь брови чуть-чуть темноватая на дорогу под щечкой такая вот ямка то есть вот этот рисунок мне нравится что мы с ним ой что с ним можно сделать вот с этим источником свет если есть белый листок бумаги белый лист его можно подсветить его можно подсветить его можно подсветить ну либо рубашку там вот что-то белое есть диплом диплом дайте могу листик предложить но у нас с другой стороны вот так близко близко подняться ничего страшного самая несколько вариантов попробовать не поверять все равно фотоаппарат вставляем посмотрите пожалуйста чуть-чуть стали помягче чуть мягче но здесь вы когда фотографируете вы тут же можете моментально корректировать то есть пока мы телодвижение сделали он уже Сергей уже поменял его место чуть ближе подойти чуть дальше подойти световая схема здесь посветлее стали щеки стали посветлее с этой стороны все что белое у нас есть бумажка рубашка не знаю там куртка все что угодно могут быть отражателя единственное что что у меня было рефлекса цветного не используется цветные цветные рубашки это лучше не использовать но вместо вот этого софтбокса вместо этого не софтбокс вместо вот этого бумажки может выполнить работу поставлена с противоположной стороны другая вспышка вспышка обычно ставится вообще все весь свет который вы ставите ориентируйтесь вот на эту часть головы но мы говорим о портрете поэтому они должны светить вот сюда все остальное это будет рассеянный свет сюда мы ставим вторую вспышку называется эта вспышка как она называется креативное освещение микро если нет это рисующее а это заполняющая вспышка она заполняет тень контровая да но она сейчас заполняет она будет заполняет функцию заполняющую тень ты поднимать не будешь регулирую чем хороша креативная система освещения микро мне не нужно выставлять здесь ничего кроме того что я могу все это делать этой вспышкой сейчас я на вспышке выставляю управляют сколько мощности дать то есть если это одна шестнадцать вот здесь стоит на этой вспышке 1 16 ее мощности то что мощность мощность ручной все ручной везде ручной все ручной здесь стоит 1 шестнадцатые мощности если здесь одна шестнадцатые мощности то там должно хотя бы на две ступени быть меньше в студии там хорошо вас есть флешметр здесь посложнее немножечко, то есть на две ступени противоположная вспышка либо заполняющая либо контравай должна быть на две ступени меньше, чем основная вспышка. Вот поэтому я здесь поставил пока ориентировочно, на мой вкус, на мой взгляд, одна тридцать вторая. Подожди еще раз, здесь одна тридцать вторая чего? Нет, эта вспышка регулирует вот эту вспышку, на ней стоит одна шестнадцатая, а эта вспышка должна быть, она подсвечивающая, не нужно, чтобы она сильно светила, я поставил пока одна тридцать вторая, давайте посмотрим, что у нас тут. Ну да, по расстоянию. Слушай, у меня подобная точно такая же схема, ну а здесь есть такого как чем? Мощно, очень мощно, но я покажу, то есть смотрите, как она срабатывает, можно потом будем уже сейчас.